Добрый день, друзья! Мы сегодня в тренинг-центре компании Espresso Italiano осматриваем вариант предложений для автозаправочной станции Shell. Shell Oil. Здесь у нас в наборе идет водонагреватель заливной, рассчитанный на объем 10 литров. Трубка показывает. Чашка-грейка на 60 чашек, она нам необходима для фарфоровых чашек, чтобы температура чашек всегда была горячей, кофе, тем самым не уходил в холодную чашку, когда мы готовим. Кофемолка Кассадия. Простой вариант, бюджетный вариант. Бюджетный вариант кофемашинки Кассадия. Группа компании Chimboli. Абсолютно новая, автоматическая и есть полуавтоматическая. В данный момент это полуавтоматическая машина. И фильтрационная машина, броговая Банамат, которая позволяет нам приготовить 1,7 литра Американо. Почему такой набор? Мы не знаем точно объем реализации кофе на данной автозаправочной станции. Мы могли бы рекомендовать и двухгрупную машину, они у нас есть в наборе. Покажите, пожалуйста. Трехгрупную машину, двугрупную машину, суперавтоматическую машину. Но мы не хотим, чтобы ваш бюджет полностью поглотила только эспрессо машины. Мы хотим распределить его планомерно. Несомненно, что у вас, мы чайная республика, мы чайная страна. И у нас потребление чая также достаточно высоко. Поэтому мой совет, обязательно ставить водонагревательные системы, чтобы использовать их для приготовления чая. На каждые 10 чашек чая у нас потребляют только одну чашку кофе. Понятно, что на АЗС люди хотят проснуться, и напиток, содержащий кофеин, тоже будет высокое потребление. Но про чай не стоит забывать. Особенно, если мы используем одногруппную машину, где более-менше, чем двухгруппные или трехгруппные машинки. Тем самым у нас количество кипятка не такое большое. Итак, предположим, к нам утро, мы включаем водонагреватель, заливаем сюда воду, систему, заливаем воду, включаем, подключаем его к розетке, типичный 220, у нас одна кнопка, включилась, выключилась, все просто. Включаем чашкогрейку, она позволяет нам нагревать либо нижнюю часть, либо верхнюю часть, тем самым мы бережем электроэнергию. Включаем кофемолку, вот здесь у нас включение, пожалуйста. Вот здесь у нас настройка. Если вы хотите избежать ситуации воровства, вы аннулируете кнопку настройки. Опс, сейчас. Да не надо. Вот эту штучку вынимаете, тем самым другой человек не может поменять настройки по мол, и тем самым, убирая его в карман, вы аннулируете воровство. Это дополнительное преимущество, как раз, компании. Следующий момент. Кофемашина. Здесь у нас паровой кран, система подачи кипятка, холдер, группа пролива, нагревательный элемент, позволяющий нам нагревать небольшое, но порядка 10-15 кружек. Фильтрационная машина. Соответственно, персонально мы готовим эспрессо, и до момента прихода гостей мы готовим американо. Пожалуйста, давайте приготовим американо. Как я вам сказал, мы залили холодную воду, и у нас независимо наливается больдер. Пожалуйста. Поближе. Значит, мы наливаем по риску, можно выше, можно ниже, значит, нам потребуется больше чистой воды. До уровня 12, это 1,7 литра. Вот здесь у нас система очистки воды. Пожалуйста. Фильтр системы Бравилор Банамат, который, видите, одна идет трубка на воду, а вторая идет на вот этот крайник. Соответственно, мы наливаем только чистую воду. Вы все знаете, что в чашке эспрессо 90% это вода. То же самое американо. Очень важно, чтобы там была чистая вода, декальцинированная вода. А фильтр как раз нам позволяет этого достигнуть. Значит, мы берем, наливаем. Прежде чем включить систему, вот здесь, мы должны налить воду. Это достаточно простой аппарат, Бравилор Банамат, но сколько воды вы налили, столько же он вам и приготовит кофе. В первый раз она попадает в часть воды в змеевик, и чуть-чуть воды остается в системе. Закрывается. Вам нужно в заварной механизме видите, специальные ребра жесткости, чтобы фильтр не прилипал и тем самым фильтрация шла хорошо. Насыпать все и кофе. Кофе мы сделали специально грубой помол. Посмотрите, какой крупный он. Такой, немного деревянный. Значит, на литр не менее 60 грамм. Значит, у нас здесь идет, как я вам сказал, литр 70, то есть порядка 90 грамм кофе. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Помещаем сюда фильтр. Хорошо распределяем кофе. Нету никаких заломов, отлично. И только после того, как вы сюда поместили, вы включаете вот эту кнопку 2-3 минуты идет процесс экстрации Потом идет процесс постепенной предсмачивания Потом дождиком вода поступает сюда И вам проливается этот объем кофе Процесс приготовления с одной стороны простой, но с другой стороны он очень понятный Так пьет кофе практически весь север Европы Это Великобритания, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды Если вы там побываете, то вы увидите, что там в основном пьют американо Эта же машина и гаджеты, дополнительный к ней идут уже для того, чтобы приготовить капучино, эспрессо или американо Нам потребуются еще дополнительные такие вещи Здесь мы также просыпаем кофе, темперуем кофе, сымитируем, чтобы не готовить Закрываем Здесь вбиваем капучино На паровом кране Берем кружки отсюда, они у нас уже нагреты Пожалуйста, наливаем Вот Отсюда, если у нас просят люди Чай, то мы можем брать, делать фильтры Сейчас очень модно Насыпной чай Люди хотят использовать именно какие-то чай, чтобы он выглядел натурально Так натуральный Но чтобы привлечь его, имеется в виду потребителя Люди не очень хотят пакетированный Поэтому наша методика насыпать фильтрационные пакеты Наш чай Даймар Вот такой И, соответственно, подавать его уже в заваренном виде Закрываете Вы видите, здесь уже процесс практически идет Все просто, все понятно Тем самым Вы Даете Своему потребителю Широту выбора, с одной стороны С другой стороны Экономите Объясню почему Когда вы готовите эспрессо Когда вы готовите американо У вас количество воды В напитке Он меньше Когда вы готовите эспрессо Когда вы готовите капучино Когда вы готовите американо Там больше содержания То есть 90% это вода А на приоре дешевле То есть напиток с американо Вы можете продавать Уже по другой цене Нежели эспрессо И иметь, скажем так Дельту по цене Как я вам сказал ранее Американо используется до 30% В потреблении Тем самым можете увеличить объем продаж Ну и Я так понимаю, что Основной ваш контингент Это автолюбители Я боюсь, что Они в основном покупают Какую-то большую булочку И большую кружку То есть вы можете даже рассмотреть Процесс изготовления Какой-то специальной фирменной кружки Которую вставляете вот сюда Предположим И наливаете им большую кружку Американо Тем самым вы И даете им Например Брендировать эту кружку Как в американских фильмах Тем самым вы привлекаете Этого потребителя Только к себе Чтобы он уже покупал Именно только у вас кофе И если он приходит Именно с вашей кружкой На вашу АЗС То тем самым вы Делаете его постоянным потребителем Как вариант развития событий Я не думаю, что Большое количество эспрессо Пролитой в большую кружку Займет у вас короткий период времени В то же время Напитки с молоком Напитки классические эспрессо Ристретто Лунга То есть удлиненные эспрессо Вы можете готовить здесь Это абсолютно нормально Есть какие-то люди Которые путешествуют И заехали к вам Немного выпить кофе Съесть какую-то булочку Перекусить И потом поехать дальше Какие-то вопросы? Нет вопросов Пока нет вроде бы Место Примерное там Оборудование Чтобы поставить на стол Два метра Мне кажется, что вот это расстояние Мы не совсем его компакт Закомпактили Оно где-то От Полутора до двух метров Вот От полутора до двух метров Вот с этим оборудованием Если сравнить с автоматическим аппаратом И ручным По времени Сколько займет Ручной Для одного клиента И автоматически Нужно четко сказать Следующую вещь Что Когда мы приготовим Сейчас Американу То у нас уже будет Литр Семьсот миллилитров Готового напитка Тем самым Следующие ваши действия Вам нужно будет просто Налить клиенту В кружку То есть соответственно Количество действий Будет ограничено Если говорить про процесс Приготовления эспресса То занимает не менее Трех-четырех минут Вам нужно помолоть кофе Кофе у нас абсорбент Если мы его Соответственно Намололи много Он здесь выдохнется В бункере кофе живет Максимум 20 минут Соответственно Следующий момент Это Три-четыре минуты здесь Плюс Если вы готовите Капучино То это еще Две-три минуты Потому что Вам нужно Из холодильника Достать молоко Молоко у вас Должно быть всегда Холодное Либо вам К этому аппарату Нужен охладитель Для молока Дополнительный гаджет Позволяет ли Это ваш У нас Стол Замороженный Как бы Как холодильник Внутри вашего стола Великолепно Да Вот вы В такой небольшой Холодильник Как у нас Можете спокойно Поместить Вот такую вещь Ну Вот здесь В данной ситуации У нас здесь Емкости для чашек Вот Вы можете Взять Сделать Абсолютно верно Какое-то Иное Решение Иное решение Итак Вернемся К времени Все-таки То есть На капучино 3-5 минут На эспрессо Где-то минуты 4 Видите Американ У нас Уже Практически Готов Но Суперавтомат В отличии От того Что Да Он быстрее Приготовит За Так же Там 2-3 минуты Будет Для вас Стоить Профессиональная Суперавтоматическая Машина Не автоматическая Машина Бытовая Бытового План У нее Цены Где-то Начинаются От 6 тысяч Евро Здесь же Мы говорим Вот этот гаджет Это где-то Около 300 евро Этот гаджет Около 2000 евро Этот гаджет Около 700 евро В зависимости От типа Потому что Бывают Кофемолки С бункером Бывают Кофемолки С прямым Промолом Как вот Например Вот эта Кофемолка Когда Кофе Поступает К вам Непосредственно В холдер Когда вы Нажимаете Вот на эту Штучку Сейчас Она заработает Значит Соответственно Вот здесь Вы выбираете Настройку Вот здесь Вы видите Можете выбрать Один или два У нас Двойной Холдер Значит Мы выбираем Двойной Да Не настроено Чуть больше Да Чуть больше Но Вы можете Выбрать Например Одинарный Это нормально Да То есть Эти штучки Поднастраиваются Вот здесь Вот вперед Пароль И так далее Все И настраиваете Помол Помол Громаж Все что хотите Изменениями Сохраняете Вот здесь То есть Это тоже Достаточно Хорошая машина А у меня цена В пределах Что что Цена Вы знаете Более тысячи евро Я точно не помню Но Нужно четко Понимать Всегда бюджет Заведения И нужна ли вам Такая кофемолка Если вы доверяете Своим сотрудникам Если вы понимаете Что Они не подворовывают То в принципе Вам такой аппарат Он не совсем нужен Вы можете ограничиться Достаточно банальной Кофемолкой Здесь же Вы можете видеть Количество Процесс Сколько Выработанных Да да Выработанных Приготовлен Нумератор Так называемый Здесь тоже есть Дозатор Начнем Не сможем достать Там есть тоже Дозатор Вот может быть На этой машинке Который показывает Количество чашек Которые мы Приготовили Ну Как вы знаете У нас иногда Могут принести Просто кофе С собой Итак Американ У нас готовы Здесь у нас Рабочую поверхность Всегда нужно Вытирать Два человека Значит Что я вам хочу Показать Видите Если кофе Свежий Вот здесь Вот такая Синеватая Зеленоватая Я бы даже сказал Такая Зеленоватая Штучка Это значит Кофе свежий А кофе Какого сорта Предлагаете Предпочитаете Вы знаете Мы Занимаемся Кофе Уже 23 года Вот И За этот период Времени Мы занимались Реализацией Порядка Трех Четырех Сортов Кофе Это Италия Мы занимались Реализацией Сицилийского Кофе Иония Неаполитанского Кофе Кимба Кофе Из Турина Это Лаватца Кофе 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 Сюда Подогрев Вариант Я Хотел бы Чтобы Попробовали Сахар Одну Секундочку Либо Вот такой Вариант Одноразовые Стаканы Очень важный момент Это Привязка К местности Потому что Нам важно Понять Что любят И что не любят Это местные Жители Потому что Вы можете Пытаться Навязать Какую-то Культуру Употребления Своего Напитка Но Не факт Что это Сработает Давайте Попробуем Молодой человек Пожалуйста Вот кофе Вот ложка Вот сахар Пожалуйста Приготовьте Нравится Он Не нравится Попробуйте Нравится И передаёшь Ошущение Или вы хотели бы что-то изменить Добавить туда Мне кажется вкус Не очень насущен Не крепкий Тогда нам нужно содержание Кофе Добавить больше Очень важный момент Как я уже сказал Это мнение Как раз коллег А для среднестатистического Россиянина Это Типичная Америка Но для Жителя Южного Федерального Круга Содержание Кофеина Наверное Нужно больше Правильно? То есть Более насыщенный Более Густой Да Как Эспрессо Больше Да? Надо учесть Эти мнения Тоже Окей Большое спасибо За внимание Приходите к нам Покупайте Нашу продукцию Shop.myhorica.ru Спасибо